Дорогие друзья, уважаемые единомышленники, доброе утро. Сегодня у нас встреча с Дмитрием Варфоломеевым. Русские травы, вы уже знакомы многие с ним. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Я хочу, чтобы ты мне рассказал сегодня то, что происходит на смене сезонов. Я знаю, что ты очень внимательно отслеживаешь вопросы природосообразного питания, широтного питания, сезонного питания. И вот сейчас мы вступаем, хоть и с некоторой задержкой, в осеннюю пору. Вот я знаю, что у тебя осень сопровождается всегда особыми твоими какими-то мероприятиями. Расскажи, что приготовил на эту осень? Ну, первое, наверное, что нужно сказать, это то, что любой человек, и как тело его, сознание, и психика – это часть природы. И всегда важно соотносить себя с природой, понимать, что мы часть этой природы. И поэтому, если в природе происходят изменения, а они происходят от сезона к сезону, и это прям явно, я чуть позже расскажу об этом подробно, то и в нас тоже происходят эти изменения. И за этими изменениями надо следить иногда, поскольку в последнее время наша жизнь с природой всё меньше и меньше соотносится, надо это корректировать и делать эти изменения внутри тела тождественными вместе с самой природой. Поэтому всегда осенью и весной очень важно следить за своим здоровьем, очень важно соотносить себя с теми изменениями, которые происходят в природе, и, соответственно, корректировать это, поскольку эти изменения очень сильно повлияют на то, как мы будем переносить устойчивые периоды года. В данном случае вот у нас сейчас наступает осень, и впереди зима, и в рамках как раз того, как осенью происходят изменения, мы можем себя эффективно подготовить к тому, как будем переживать устойчивый период зимы. Ну а поскольку зима – это период, когда всё в природе высыхает, обезвоживается, то мы тоже в силах подготовить себя к этому периоду, чтобы это не нанесло нам каких-то негативных последствий, и наоборот, даже можно это использовать для того, чтобы поправить своё здоровье, если вдруг оно где-то нарушено. Ну также ещё и другие изменения осенью происходят, мы точно так же, наша психика начинает угасать, то есть не быть такой активной, внутренние процессы метаболизма тоже, ну обмена веществ, проще говоря по-русски, тоже начинают быть более замедленными, к этому тоже надо готовиться. И больше того, само поведение человека должно меняться в этот момент, но это нужно делать осознанно, понимая, что происходит, понимая, как работает организм, как происходит обмен веществ, и вообще в целом, как протекает жизнь в теле. Поэтому мы уже много лет практикуем такую программу, программа, которая как раз помогает человеку справиться с этими изменениями и корректировать своё здоровье, а иногда даже такая программа помогает людям восстановить здоровье, если оно утрачено в какой-то части. Сегодня, к сожалению, конечно, большое количество людей со здоровьем испытывает серьёзные проблемы, и эти проблемы, они зачастую связаны именно с поведением, с мировоззрением, и вот такая программа, она позволяет откорректировать мировоззрение, откорректировать поведение, в том числе и пищевое поведение. Поэтому вот мы входим в осень, да, надо делать, работать над собой. — Непосредственно о программе тогда уже теперь расскажи. — Да, это программа «Пост», она так и называется, эта программа разработана нами, но надо сказать, конечно, что она основана на традиционных знаниях, то есть то, как наши предки как раз занимались своим здоровьем на этой смене сезонов. — А в понятие «Пост» вы вкладываете какой-то особый смысл, или это традиционное такое? — Ну, мы её расшифровываем как аббревиатуру, расшифровываем как программа очищения сознания и тела. — А, вот я помню, что у вас есть какой-то особый взгляд. — Да, программа очищения сознания и тела. Но на самом деле, если возвращаться к истокам, то слово «пост», которое мы знаем, которое пришло к нам с религией совместно, но не является религиозным это понятие. Это понятие появилось ещё до пришествия христианства на Руси, но христианство донесло до нас этот смысл, пусть и частично, пусть не полностью, но донесло до нас этот смысл. И если в дохристианском языке расшифровывать эту аббревиатуру, она тоже там была аббревиатурой, то она расшифровывается как «полное очищение собственных телес сотворяши». И здесь надо обратить внимание, что это собственных телес, то есть их много. Речь идёт не только о физическом теле, но и о других наших более тонких телах. Ведь мы всегда можем, например, своё сознание рассмотреть как некое тело, в котором происходятся различные процессы, на него можно оказывать процедуры. То же самое и с психикой, например. Это сегодня такое более укороченное понимание, потому что у наших предков было видение, что телес у нас больше, их много. И если вы вспомните, например, детскую игрушку «Матрёшка», то это как раз материальное видение того, как устроены наши тела. И самая маленькая матрёшка, которая не раскрывается, как раз показывает наше физическое тело. А уже матрёшки, в которые закладываются поменьше, потом побольше и самые большие, это более тонкие тела, в которых происходят тоже процессы. Если вы вспомните сегодня, например, аура, и есть такое понятие «аура». В русском языке оно называлось «сопь», то есть это там на 2-3 сантиметра вокруг тела, есть некое поле, оно тонкоматериальное, но всё равно материальное. Иногда даже люди с особым видением, то есть то, что называется экстрасенсорным, они могут видеть эту сопь. И в нашем языке даже сохранилось такие слова, которые говорят о том, что это тело, которое не только вам принадлежит, но и тем, кто вас окружает. Например, «подсоби». Слово «подсоби» – это как раз помочь не только физически, но и в этом смысле ментально. Или там собрание, да, это тоже оттуда же, то есть та самая сопь. И вот их тел достаточно много, но мы рассматриваем для простоты и для того, чтобы каждому человеку можно было проявлено ощутить это тело. Мы рассматриваем тело сознания, тело физическое и тело психическое. И в русской традиции это тоже сохранилось как три котла, в которых варится наша жизнь. Там медное царство, золотое и серебряное. Ну, когда ты говоришь, что некоторые видят, то я могу сейчас, обратившись к нашим зрителям, прямо показать, что, а уж почувствовать это, может каждый приблизьте свои руки друг к другу. И вы тут же почувствуете вот это биополе, которое находится у вас между главными клапанами нашими. Это ладошки. Если кто-то этого не ощущает, то это нелепость. Нужно чуть-чуть потренироваться. Да, достаточно просто вот растереть, чтобы ее активизировать, это биополе. И потом уже ты прямо чувствуешь, как будто оно более упругое. И в этом смысле оно тоже материальное, только тонко материальное. Да, и это доступно абсолютно каждому. Уж это точно. Абсолютно. Для этого не нужно какими-то особыми способностями обладать. Итак, по программе. Программа. Эта программа, в первую очередь, конечно, она носит образовательно-практический характер. То есть, под задачей разработки этой программы мы перед собой ставили, чтобы каждый человек мог за своим здоровьем следить самостоятельно. И ключевое слово – самостоятельно. То есть, достаточно просто себя образовать, научить тому, как работает тело, как протекает жизнь внутри организма, как взаимосвязано между собой физическое тело, тело сознания, тело психики. И увидеть эту взаимосвязь протекания тела в наших телах, протекания жизни в наших телах с тем, как на нас влияет природа. И мы выстроили её как образовательную программу. Состоит она из пяти этапов. Первый этап – это этап теоретический. Мы его так и называем осознание. То есть, то, где надо осознать, как работает, как вообще выстроено здоровье в нас. И вот мы в течение 10-15 дней занимаемся образовательной программой, в которой мы рассматриваем, что такое естественное здоровье. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Рассматриваем о том, как формируются недуги в нашем организме. Надо сказать, что слово «недуги» зачастую не все до конца понимают это слово. Но «недуги» – это вот если на русский язык перевести по буквице. «Недуги», «нендег», «недоброе» глаголит. То есть, недуги – это когда ещё не болезнь, но уже что-то проявляется такое недоброе в организме. Вроде к врачу с этим не пойдёшь, потому что что-то поболело, потом перестало, потом опять поболело или где-то какое-то что-то вскакивает на одном месте регулярно. Явно проявляются какие-то недуги. Вот как они проявляются, откуда они берутся, мы всё это разбираем на теоретической части. То есть, надо услышать, как это недоброе глаголит твой собственный организм. А он с тобой разговаривает 24 часа в сутки только надо его слушать. Да, как раз программа направлена на то, чтобы мы более внимательно относились к себе. И на теоретической части, на первом этапе мы рассказываем о том, как устроено здоровье и как на него влиять. То есть, что будет уже на практической части, какие методики мы будем использовать для этого, и как самостоятельно за этим следить. И приходит как раз вторая, второй этап программы. Он так и называется самодиагностика. И он направлен на то, он достаточно короткий, это 3-4 дня на это достаточно вполне. Но ты, правда, не сказал, что это онлайн-курс, правильно? Да, это онлайн-курс. И больше того, он выстроен достаточно удобно, чтобы его внедрить в свою жизнь, не меняя своего уклада. То есть, каждый человек может пройти эту программу, находясь в обычном своем режиме, ходить на работу, заниматься своими делами, не менять никакого распорядка, достаточно просто внедрить. И технически это реализовано таким образом. То есть, каждый человек подключается к телеграм-каналу боту, и этот бот сообщает ежедневно человеку необходимое. То есть, что нужно делать с утра, как себя вести в течение дня, что нужно сделать вечером и что подготовить на завтра. То есть, на каждый день персональная программа. На каждый день персональная программа. Что делать с утра, как себя вести в течение дня, что делать вечером и что подготовить на завтра. В том числе и режим питания. Да, режим питания – это один из важнейших, конечно, факторов. И здесь у нас особая работа будет с пищевым поведением. Расскажу чуть позже, как в интенсиве это происходит. И мы на теоретической части уже потихонечку начинаем себя готовить к интенсиву, которую мы так называем, практическую часть интенсивом, то есть интенсивное воздействие на свой организм, поскольку сама программа носит в названии смысл очищения, поэтому очень важно чиститься, именно чистить свой организм. И во время чистки некоторые наши органы, органы выведения, а их всего 4, это кожа, это лёгкие, почки и печень, это наши основные органы выведения. И мы уже на теоретической части программы потихонечку начинаем их готовить к тем повышенным нагрузкам, которые будут на интенсиве, на практической части. А как готовить? Начинаем использовать абсолютно натуральные средства, натуральные препараты, которые человек приготовит себе сам. В данном случае начинаем пить особую травку, которая называется, ну я как травник в данном случае выступаю, называется «Володушка золотистая». Это травка, которая нам поможет сделать эластичными все наши желчные протоки и, соответственно, работу печени. То есть лучшее отторжение желчи, освобождение от напряжения всей бильярдной системы, а, соответственно, меняется пищевое поведение из-за того, что у нас активно отторгается желчь, и, соответственно, пищевод по-другому начинает работать. Идет полноценная подготовка к интенсивной части программы. А все вот эти природные компоненты, их можно приобрести в аптеках или как у вас выстроено это? Ты назвал эту травку, где ее найти? В идеале, и вообще наша программа таким образом простроена, чтобы все, что нужно человеку для здоровья, он сумел добыть в природе сам. И мы на программе этому учим. Но понятно, что если люди сегодня первый раз решат попробовать войти на эту программу, то, конечно, они летом не успели заготовить себе володушку, а она растет в России практически везде. То они могут купить это в магазинах специализированных, могут найти у травников, которые находятся в их регионе. Ну, могут, в конце концов, купить в нашем магазине. Русские травы у нас всегда заготовлены. Больше того, все, что необходимо для программы, у нас есть отдельная позиция в магазине, называется пакет постового. А, прям под эту программу? Их три вида вот у нас. И вот после теоретической части мы переходим к этапу самодиагностики. Это то время, когда необходимо познакомиться со своим телом прямо близко. Зачастую люди, которые только заходили на пост, говорили, что они на самом деле только на нашей программе первый раз в жизни познакомились со своим телом по-настоящему. Наконец-то они поняли, что это настолько близкое для них существо, вот это тело, вот эта биомашина, и что можно с ней разбираться, можно с ней общаться. И мы предлагаем три основных методики. Это знакомство со своим здоровьем и определение своих внутренних, еще, может быть, непроявленных диагнозов по языку, по лицу и непосредственно по своему телу. Мы даем карты тела, и человек в течение трех-четырех дней активно изучает и записывает все свои проявления, о чем глаголит ему тело, когда что-то в нем не так. Ну и, конечно, каждый так или иначе что-то находит, записывает и понимает, что вот на эти вещи надо обратить внимание. Ну, приведу пример, я люблю его проводить, потому что сегодня это очень активно, особенно вот после прошедших наших этих пандемий, да, у людей возникают сложности сейчас со щитовидной железой. Очень большое, повальное прямо сегодня беда после вот этих вот вирусов, возникают сложности со щитовидной железой, и очень большая нагрузка идет на печень. И зачастую у людей бывает такое, что болит правое плечо, и просто мышца болит. Ну и не понимают, ну мышца болит, надо идти к хирургу. Иногда даже к хирургу приходят, он не понимает, что там, делают операцию на правое плечо. А на самом деле это воспаление капсулы, в которой лежит печень. Сама печень не болит, но она лежит в фасции такой, в капсуле, да, и вот эта капсула, она прикреплена к передней части дельтовидной мышцы правого плеча. И, как правило, если там идет воспаление, то подтягивает эту мышцу, становится тяжело поднимать руку, еще что-то. И люди, сейчас очень много людей мучаются с болями в правом плече, а оказывается, что дело-то в печени, а не в плече. И таким образом, распознав это, ты понимаешь, что это причина в печени. И таких точек, таких представительств у нас на теле огромное количество. Вот пройдя все, человек записывает, какие у него сложности, ну вот по этой карте тела, и на это определяет свое особое внимание, да, то есть он понимает, что здесь надо повнимательнее быть. Понятно, и дальше. А дальше происходит, начинается интенсив, начинается как раз вот активная очистка организма. Это весной подольше, это там 15-17 дней очистительные процедуры идут. А осенью, поскольку организм нужно готовить к истощению, которое будет зимой, к охлаждению, мы делаем эту нагрузку поменьше, это 10 дней. 10 дней интенсивной очистки организма. И здесь мы используем 5 основных методик. Первый – это натуропатия, конечно. То, что сегодня называется натуропатией, и это работа с питанием, то есть нужно будет заняться своим рационом, причем мы предлагаем, очень интересно это сделать, не просто ограничить себя в сладком, в мясе, в мучном, то есть постараться снизить нагрузки на пищеварительную систему, а соответственно и на весь организм, потому что пищеварительная система у нас все время работает под нагрузкой. Мы стараемся снизить эту систему, но мы предлагаем определенный рацион, с которым, проще говоря, вы точно не соскучитесь. То есть это то, что не нагружает наш организм, но при этом психически насыщает наш организм от еды. Это же известно, что мы не только тело насыщаем едой, мы еще и психику свою насыщаем, чтобы это было вкусно, чтобы это было разнообразно, поэтому мы помогаем всем участникам. Многие вот попадаются на том, что не понимают, что пищеварительный тракт – это не просто пищеварение, это гормональная система, и можно, значит, работая только на, так сказать, ту или иную цель с точки зрения рациона питания, можно подрубить вот этот гормональный фонд свой и утратить настроение, самообладание, и вот это выучили, я понял, что у вас это фишка основная. Да, да, это очень важно, потому что от психического состояния зависит и в том числе и здоровье, это уже сегодня для большинства людей не секрет. Но еще, конечно, очень важно соблюдать баланс в области микрофлоры, которая у нас находится, от нее тоже огромное количество зависит наше состояние. Я понял, что у вас, с одной стороны, реальная разгрузка организма, с другой стороны, она сопровождается комфортным состоянием. Да, да, ну, конечно, хочется, чтобы люди не испытывали мощнейшего стресса от того, что они там отказались от чего-то сладенького, привычного им, да, там кофе, там алкоголь, и зачастую люди, это же на очистке алкоголь недопустим, а сейчас достаточно много людей вечерком сопровождают свою психику для того, чтобы, как им кажется, более лучше заснуть. Сейчас иногда такой термин многозначный применяется как кайф, вот я бы, ну, иногда это одна крайность, да, тогда, а бывает, вот, иногда этот термин отражает очень тонкую такую грань, когда ты делаешь благое дело, но все же это тебе в кайф, вот так попросту говоря. Ну, конечно, это важно, но это важно, когда ты все-таки не живешь в постоянном напряжении, да, а есть вещи, которые тебя радуют, есть вещи, которые тебе доставляют удовольствие, когда ты находишься в каком-то поднятом состоянии духа, да, и у тебя какое-то расположение есть к тому, что тебя окружает, и мир начинает радовать, это здорово. Ну, все-таки суть питания – это живая еда, или это не обязательно живая еда, то есть сыроедение или… Нет, не обязательно живая еда в том плане, что она термически неприготовленная, можно использовать и термически приготовленную, но мы, конечно, рекомендуем использовать как можно больше сырой еды. Но гречневая каша не отменяется, тушеная капуста не отменяется, и очень большой упор мы делаем на ферментированные продукты. Вот ты назвал гречу, значит, Фролов Юрий Андреевич всегда для меня на первое место ставит пшенку, вот, пшено, а потом греча. Вот когда он говорит о… А я с Юрием Андреевичем абсолютно согласен, а я с ним абсолютно согласен, ну, конечно, потому что… Не возражаешь, пожалуйста. Нет, 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 наша крупа, которая по-русски называется проса, то, что вот сегодня называют пшеном, желтенькие такие кругляшочки, не злаковая, это не злаковая каша, надо точно вот акцентировать на этом внимание, что это не злаковая каша, это не овес, это не пшеница, не пшеничка, которую называют, а именно пшено, проса по-русски. Вот про это я как-то… Да, это лучшая каша, ну, то есть, это моя любимая вообще, я только ей питаюсь, но сегодня активно распространённая греча, и гречи тоже можно, это как раз вот две каши, которые на посту показаны, да. Вот натуропатия, ну, то есть, мы… продолжаю перечислять, пять основных методик. Первый – натуропатия, это, конечно, в первую очередь правильное питание, и мы прям устанавливаем, как удобнее всего войти в это правильное питание так, чтобы не было стрессов, срывов, возвратов, откатов, вот этих вот неприятных моментов. Натуропатия – это также использование трав натуральных, которые произрастают в нашем же регионе, которые позволят нам избавиться от различных паразитов, которые позволят простимулировать кровеносный капиллярный приток, да, которые лимфоотток стимулируют, которые избавляют нас от различных инфекций. Вот, например, корень хрена, мы будем очень активно использовать корень хрена вместо хлеба. Берётся кусочек маленький хрена, прямо корня свежего, сейчас осенью его несложно достать на всех рынках, он всегда есть. И во время еды вместо хлеба в прикусочку кусается хрен. Мы так и называем, в этот момент надо немного охренеть, в буквальном смысле. И действительно, уже через 5-7 дней весь организм пропитан вот этим хреновым запахом, иногда даже, ну, это прям чувствуется, ты сам чувствуешь от себя такой хреновый дух, и не только изо рта, что ты его поел, но и вообще, в принципе, такой немножко охреневший. Но это здорово, потому что только хрен, например, может позволить нам полноценно очистить от инфекции мочеполовую систему. Ну, то есть, почки, мочеточники, мочевой пузырь – это места, где зачастую прячется большое количество инфекций, и не всегда врачи и обычные анализы могут этой инфекции показать. Для них, ну, то есть, инфекции, они зачастую прячутся под наши ткани, и наш иммунитет не всегда готов их распознать. Вот хрен позволяет как раз это уничтожить, потому что ничего другого активностью своей не может проникнуть в мочеполовую систему, а хрен это позволяет. Вот, обязательно будет, например, корень осины. Корень осины позволяет убрать из печени таких паразитов, которые называются аписторхи. Такая болезнь, заболевание – аписторхоз. Ну да, распространена. Да, она очень распространена сейчас, и только кора осины позволит это сделать. Мы обязательно это используем. Больше того, все препараты, которые мы используем, люди готовят прямо сами. Это как раз в рамках самостоятельности, в рамках образования они видят, что это, и как это можно использовать. Ну, естественно, на будущее они уже сами становятся специалистами. Конечно. Лечить других. Однажды, получив навык, как сделать настой, да, и они видят вот перед ними препарат, который они знают, из чего состоит, какой водой он был заварен, из какой травы это было сделано, где эта трава собрана, и в дальнейшем они не только за собой могут таким образом ухаживать, но и эту культуру, что для меня, например, очень важно, передавать дальше в свою вертикальную семью. Но кора осины я вот не видел в аптеках. Это нужно просто в природе взять? Можно просто в природе взять, можно купить у травников, у травников у нас она всегда есть, да. Если человеку сложно, например, делать из неё экстракт, можно купить уже приготовленный экстракт. Есть такие препараты, которые, опять же, у нас это можно сделать. Понятно. Да, и это вот вторая часть натуропатии. Третья часть натуропатии – это минералы. Зачастую проблемой со здоровьем часто является сильное закисление организма, что, в свою очередь, как раз и приводит к тому, чтобы появлялось большое количество паразитов внутри, а, соответственно, большое количество недугов и последствий заболеваний разных. Это именно закисление. Это происходит из-за того, что большой стресс, то есть кортизол сильно за… Ну, постоянный стресс. Кортизол, в принципе, хороший гормон. Он нужен нам для нашей активности, для нашей сообразительности. Но если стресс постоянный, а для городского жителя это как бы, ну, постоянный стресс он его испытывает, то кортизол всё время закисляет организм. И вот в этой кислой среде, конечно, очень активно развиваются паразиты. Они сжирают всё то, что нам нужно, наши витамины, минералы, нужные для работы нервной системы и других систем. Они гадят туда огромное количество того, что портит наше общее состояние, а, соответственно, вызывает болезни. Так вот, минералы позволяют эту кислотность снижать. И здесь мы, опять же, используем очень простые, доступные, понятные минералы, которые, ну, не стоят вообще ни сколько денег. Это, там, сода, это сульфаты магния, ну, то есть это непосредственно так называемая магнезия, да, ну и так далее. То есть мы там минералы используем. Защелачивание, да? Защелачивание организма, да. Лучшая работа с… Они же также минералы стимулируют, например, активный водообмен во всех тканях нашего организма. Потому что даже если человек много пьёт воды, то часто какие-то органы, какие-то ткани всё равно испытывают недостаток воды. И нужно стимулировать. И вот минералы нам в этом помогают. Активированный уголь, опять же, то, что как сорбент действует и вычищает, и принимает на себя, и выводит различные тяжёлые металлы, ну, и вообще шлаки, токсины и так далее. Это вот вторая методика, ну, первая натуропатия, вторая – это особые физические упражнения. То есть вот на процессе очищения мы используем особые физические упражнения. Причём я бы даже не назвал это физическими нагрузками, а назвал бы физическими активностями. Почему? Потому что они не занимают много времени, то есть это 5, максимум 10 минут в день. Но очень мощно влияют на наше состояние. Например, такие вещи, как мы делаем обязательно вакуум-насос, такое упражнение, оно делается буквально минуту. Но оно запускает активный кровообмен во всей абдоминальной области, ну, то есть во всём животе, во все органы, которые у нас в забрюшной области находятся. А зачастую утром, когда мы встали, мы же не шевелились, и, соответственно, лимфатическая система плохо работала, в кровеносной системе могут быть застои. Если мы там пошевелили как следует правильно, то кровеносный приток становится более активным, а, соответственно, обмен веществ активнее, а, соответственно, вывод распада различных веществ тоже становится более эффективным. И вот такие физические активности позволяют, небольшие, на самом деле, занимающие совсем немного времени, но, как правило, именно эти физические активности после нашей программы люди берут себе на вооружение и потом используют всю оставшуюся жизнь, потому что видят сразу их эффективность. Вакуумный насос – это такая, на мой взгляд, очень... Ну, то, что в йоге называют агнесаратхаути, то есть разжигание внутреннего огня. И действительно, когда вакуум-насос делаешь, прям испарина приходит, хотя вроде никакой физической нагрузки ты особо не делаешь, а чувствуешь, как огонь разжигается, как тело начинает такое быть более собранным. Йога первична или первичные вот такие древнерусские знания, на твой взгляд? А здесь давайте коснемся, это интересный момент. Ну, может быть так, вскользь. То есть, если вскользь, то слово йога переводится как юдзи, узда. То есть, это прямое отношение к нашему слову узда. А почему узда? Потому что йоги сами говорят, что такое йога. Йога – это контроль и связь. То есть, контроль тела и связь с ним, то есть, его внимание. По-русски как раз узда и выполняет вот эту самую функцию. То есть, мы контролируем коня этой уздой и чувствуем, как он себя… Ну, потому что мы же не только контролировать его должны коня, мы должны его еще и чувствовать, как ему удобно идти, и стараться делать так, чтобы если он там поднимается в горку, наклонится, если он спускается, то мы наоборот отклониться от него. И это происходит через узду. Вот она, узда юдзи йога, буквально. Ну, это первое. И второе, как минимум, йоговская асана – это казачья асанка. Асана – асанка. Вот они, одинаковые слова. Что первично не знаю, но это очень близкое для нас. Я, например, веду такой курс, который называется «Казачьи выправки». То есть, как сделать так, чтобы твое тело было эффективным, сильным и направленным на выполнение твоих задач, которые стоят в ближайшее время. И это в каком-то смысле можно сказать, что йога только казачья, только асанка. Ну, чуть-чуть ушли в сторону, а тогда продолжим дальше. Я тоже часто думаю, что многое, корни многого все-таки в древнерусских традициях. Да, однозначно, да. Но мы все равно переводим это все на русский язык, и это становится доступным, более доступным для нас. Да, вот это, кстати, большая проблема, когда… Ведь что такое миропонимание? Миропонимание – это система образов и система слов, и связи между ними. И если вы слова подменяете на иностранные, то у вас каша в голове получится. Ну, с образами не связать. Когда даже мы говорим о так называемых там чакрах, там, так сказать, и прочее, это неправильно. Это в русском языке есть совершенно понятные слова, там есть живот, есть там, так сказать, солнечное сплетение, есть горло, есть третий глаз. Ну, то есть, если вы это заменяете русскими терминами, у вас по-другому воспринимается это все, вы реально это понимаете. А так, когда вы заучиваете иностранные слова, то в голове появляется… Ну, конечно, нет образов и нет видения того, как это работает. Вы сказали про чакры, ну, вот в русском языке это прям, ну, оно так и есть. Исток, зарод, живот, ярло, горло, чело и родник. Вот они, семь чакр, да, вот они по-русски и звучат. Я всегда так, в этих словах мне абсолютно все понятно, это гармонирует. Но эти чакры я раз пять-семь заучивал наизусть, но я понял, что они только кашу в голове устраивают, и поэтому теперь окончательно уже не вспоминают. И только большие специалисты в йоге и аюрведе помнят, как они называются на самом деле. И, конечно же, йога хороша только с конкретным персональным наставником, который вот это все не слова знает, а чуйку имеет на это все, на своем родном языке для него. Ну, ладно, это мы немножко в сторону ушли. Да, вот вторая методика в использовании программы – это физические активности. Третья методика – это дыхательное упражнение. Очень важно заниматься дыханием, потому что у нас их всего два. То есть, это небольшая нагрузка, вернее, нагрузки совсем нет, а наоборот, это утром небольшое дыхательное упражнение, которое занимает не больше минуты. И вечером, в то время, когда вы уже спите, ну, то есть, вы уже легли и все, готовы переходить ко сну, начинаете выполнять это дыхательное упражнение, вместе с ним и засыпаете. И оно помогает даже. Для чего? Для того, чтобы первое – это помогать организму выводить его кислоту. То есть, задержка дыхания на выдохе позволяет выводить кислоту из организма. И, соответственно, да, повышать щелочную реакцию. И первое – это утром делается еще одно упражнение, которое помогает организму увеличивать регенерацию тканей. Ну, я понял, главное, что, получается, твой курс, он реально не отнимает времени. То есть, утром встаешь все равно, так или иначе, как-то нужно раздаться. Расшевелиться, да. Расшевеливаешься по твоей методике. Да. Вечером все равно как-то надо уснуть, засыпая, ты тоже делаешь это осознанно. А в течение дня просто нужно в рамках питания встроить употребление трав и минералов. Все. А это не занимает особо много времени. Мне часто приходится проходить эту программу. Я сам ее прохожу уже много лет. Проходить эту программу, например, в командировках. Нет никакой сложности, нет никакой проблемы. Я уже так достаточно привык. И мне можно даже и не дома это делать. Что вы свое предлагаете. Мы предлагаем. Нет, человек может, конечно, и самостоятельно придерживаться каким-то своим в рамках рекомендуемого списка, который мы даем. Но мы обязательно предлагаем меню, где можно делать реально вкусные вещи. Иногда даже десерты, которые позволительно, которые не носят в себе ни сахар, ни фруктозы. Но, тем не менее, вкусные блюда, чтобы разнообразить свое меню. Ну и не скучать, так скажем, в это время. Так, дальше. Четвертая методика – это очистительные процедуры непосредственно. То есть, надо будет иногда, изредка, не каждый день делать очистительные процедуры, которые позволят вследствие предыдущих действий, физических упражнений, натуропатии, дыхательных упражнений, которые начнут вычищать организм, выводить это все. И вот нужно помогать организму эвакуировать все это из тела. И вот как раз очистительные процедуры об этом помогают. И пятая методика – это самоконтроль. Немаловажная методика, которая позволит видеть изменения и помогает психическому состоянию, помогает сознанию человека формировать уже новое мировоззрение в виде, как происходит очищение, понимая, как работают вот эти все методики, и понимая, какой результат он получает, чтобы иметь дальнейший мотив удержать его. Это очень важно. То есть, по сути, интегральное осмысление всего произошедшего. Да, да, и это прям важная методика, она важнее всех предыдущих, именно быть внимательным, следить, вести дневничок. Мы с дневничком тоже помогаем, как его оформить, как его сделать. И каждый человек для себя видит его изменения, которые происходят прямо вот в течение недели. А очистительные процедуры, они так не обременительные, потому что многие с осторожностью на это все смотрят? Или они такие более-менее неестественные? Нет, это естественно. Например, речь идет о клизме, например. У нас их три вида разных, но суть клизмы, она все равно остается той же самой. Нужно очистить поперечно-ободочный отдел толстого кишечника. Именно туда вся лимфатическая система особыми форсунками сбрасывает все, что собрала со всего тела. А мы будем прямо это сильно стимулировать, активизировать вот этот вот иммунитет, который все это собирает в лимфатическую систему, и она туда сбрасывает. И нам важно оттуда все это вычистить и вывести, эвакуировать, чтобы там это не залежалось, чтобы там это не осталось. Но если мы вспомним, например, Святое Писание, то там есть такие слова, когда Иисус говорит ученикам, берите тыкву, виноградную лозу и промывайте свой кишечник. То есть это древняя методика, и часто мужчины особенно боятся делать это, говорят, что это нереально. Но однажды попробовав, просто сделав один раз, они понимают, какой эффект это дает. Они понимают, насколько это просто и необременительно, что впоследствии используют это достаточно эффективно. Но при этом, конечно, нужно сказать, что эта процедура, она не подлежит тому, чтобы делать ее постоянно. В рамках программы… Именно вот в связи с избыточным выбросом… Да, в связи с избыточным выбросом мы должны это вычищать, но потом впоследствии на пятом этапе, этапе восстановления, нам нужно будет восстановить микрофлору, которую мы в том числе и мы умываем с помощью клизмы. Это предусмотрено. Конечно, это обязательно. Кстати, по связи со Священным Писанием, я хочу сказать, что я прекрасно помню эту выдержку из Евангелия мира Иисуса Христа от ученика Иоанна, где Христос как раз говорит о том, что мыть себя нужно не только снаружи, но и изнутри. Вот как раз об этом, о тыкве… В виноградной лозе. Да, тростинка там он говорит. В общем, я согласен, что, как всегда, всё в меру, но это действительно в критические периоды необходимо. Я это называю, как принять душ. Мы же принимаем душ и снаружи себя моем, ну хотя бы два раза в год, давайте изнутри себя тоже вымоем. Это помогает очень сильно организм. Именно в межсезонье, ты считаешь, весной. А я сейчас расскажу, почему. Это важно, потому что, так или иначе, такое воздействие на организм приносит для всех наших тел, и для физического, и для тела сознания, и для тела психики определенного рода стресс. Ну такое необычное воздействие. Не сказать, что оно негативное. Просто оно необычное, и в этом смысле оно в каком-то смысле стресс. И если мы это будем делать в устойчивые периоды года, например, летом или зимой, то этот стресс будет оказан достаточно сильно, свою силу проявит в нашем теле. Но когда у нас тело перестраивается из холодного времени в тёплое, мы его так аккуратно в это дело встраиваем, что там как стресс, как таковой он для нас и не оказывается, с одной стороны. А с другой стороны, это всё настолько плавно вплетается, что это помогает, наоборот, изменить свой организм и перестроиться к нужному… Перестройка всё равно идёт, но она идёт… Более эффективно, и поэтому важно следить за тем, когда это делать. Так, а теперь продолжительность всего этого курса. Вместе с теорией и интенсивом, и восстановлением это 39 дней. Вот осенью это 39 дней, и они так аккуратно вплетены и переходят друг от друга. Вот, например, сейчас мы проговорили с вами про этап очищения, и за ним приходит этап пищевой паузы. Мы называем этот этап обновления, потому что мы уже приходим к нему достаточно чистыми, то есть процесс очищения закончен. И здесь у нас две задачи от этапа обновления, вот от этой пищевой паузы. Часто её называют голоданием, но я бы голоданием её не называл, и мы не называем это голодом, потому что фактически человек не испытывает в это время голода. Чистое состояние, активизированные все системы организма. Прилив энергии, желание поработать так вот часто. Это приходит на третий-четвёртый день только пищевой паузы. Ну, как правило, мы вот осенью 3-3 дня пищевой паузы рекомендуем. Как правило, взрослые мужчины говорят, ну нет, я не могу без еды, даже там два раза в день не поев, у меня не получается. Но иногда часто бывает на весенней программе, когда там пищевая пауза подлиннее, и человек уже на пятый-шестой день мне звонит и говорит, «Дима, я не хочу выходить, мне настолько хорошо без еды, я так понял, что я в принципе…» Я ему говорю, нет, строго, начинаем выход, сейчас восстанавливать. Настолько мне хорошо, говорит, сейчас в это время. И там две задачи у пищевой паузы. Первая – это избавиться от кислоты, которая накопилась у нас в клетках, и организм достаточно интенсивно делает эту венитаризацию и проверяет, нет ли этой кислоты. Это мочевая кислота, это молочная кислота, они скапливаются у нас и в мышцах, ну и вообще в других клетках. Очень активно, и пищевая пауза позволяет избавиться от этого. И второе – это явление, которое несколько лет назад один японский ученый получил Нобелевскую премию, что он открыл такое явление, как аутофагия. На самом деле наши предки всегда этим пользовались, всегда знали, как это работает. В этот момент организм сам начинает все неэффективное, что находится внутри тела, выводить и вычищать. Там какие-то неразложенные белки, какие-то шлаки, которые там остались, неэффективные клетки, например, он сразу же, организм чувствует, когда питание на нуле, организм сразу начинает проявлять свою эффективность. То есть те клетки, которые работают неэффективно, потребляют много энергии, но не выполняют нужную функцию, он их тут же утилизирует. И достаточно сказать, что, например, онкологические раковые клетки потребляют от 8 до 12 раз больше, чем обычные клетки. И организм мгновенно их распознает и утилизирует, потому что это естественное такое состояние организма. Вот нам нужно достичь на пищевой паузе это. И как только это запускается, мы пищевую паузу прекращаем и начинаем до самой длительной этап – этап восстановления. Он длится вот осенью 2 недели. 2 недели. Да, его задача первая – это восстановить пищеварение, потому что оно было вот за пищевую паузу остановлено. Там весь пищеварительный тракт отдыхал, для некоторых первый раз в жизни вообще отдыхал. То есть там появились новые клетки, появились новые эпители, новая слизистая, совершенно по-другому чисто начала работать. Соответственно, и впитывать, и вырабатывать эту слизь, она начинает по-другому. Вот нужно восстановить, аккуратно восстановить это пищеварение. Нужно восстановить микрофлору, потому что так или иначе, те травы, которыми мы пользовались, это горькие травы, они угнетали и паразитов, но и симбиотическую флору отчасти тоже. Ее нужно обязательно восстановить. И здесь мы говорим о том, что очень важно не просто восстановить микрофлору, а восстановить ту микрофлору, которая ваша, родная, которую вы получили от своей матери. Во время прохождения родовых путей, во время лактации, то есть когда вас кормили грудью, да, вот это вот насыщение внутренней микрофлоры, вашей для вас естественной и самой лучшей, которая именно на вас и будет работать. Вот ее и надо восстановить. Для этого есть определенные приемы, мы их используем и потихоньку восстанавливаем. А также, что немаловажно, на этапе восстановления очень важно зафиксировать результаты. И из чистого состояния, из чистого восприятия, из чистой новой оценки себя, оценки обстоятельств, спланировать в ближайшее время, как действовать. Потому что так или иначе, все равно с течением времени человек, особенно проживающий в городе, его все равно стягивает обратно в потребление, опять обстоятельства на него начинают давить, опять он испытывает стресс. И это чистое состояние, оно гаснет со временем. Но вот важно в момент восстановления, когда у человека яркое состояние, когда энергетически он насыщен, для него важно спланировать и из этого чистого восприятия попытаться выстроить свое мировоззрение, выстроить свои цели, понять, какие цели навязаны, они являются его целями. Ну то есть работа такая идет не только на уровне тела, не только на уровне сознания, но и на уровне психики, то есть даже камни из души надо снять, это тоже очищение же в каком-то смысле, лишние мысли, какие-то шаблоны убрать. Ну и наверное сформировать по сути уже свою собственную личную диету, потому что в моем понимании хороша лишь та диета, которая на всю жизнь, не то что там, так сказать, две недели одна, две недели другая, диета, которая выстроена на всю жизнь. Ну вот программа пост, она как раз и позволяет увидеть, а что на самом деле, с чем, без чего вы не сможете обойтись, и что является вашей пищей, а что для вас является навязанным таким, навязанным шаблоном для того, чтобы вы участвовали в процессе вот этого глобального потребления. Да, ну и конечно вопрос потребления, он на посту очень сильно проявляется, и человек видит, где истинно его цели, а где они навязаны для того, чтобы он участвовал в этой огромной машине потребления. Обороты корпорации увеличивают. Ну конечно, да, здесь не надо скрывать, что это так оно есть, всем нам очень сильно навязывают различные вещи, которые нам совершенно не нужны. Вот если коротко, то программа состоит здесь. Еще разочек, вот по этапам, потому что 49 дней, кажется, много, но я скажу… 39, 39, 39, все-таки 2 недели – это практически восстановление, а еще раз по этапам, если по дням вот… Теоретическая часть осознания – это 10 дней, потом 3 дня самодиагностика, 10 дней очищения, и 2 недели – это восстановление. Ну да, тогда вроде не так уж напряженно. Наоборот, это сама жизнь. Да, это и есть сама жизнь, и в этом и идея самой программы, что это не что-то такое, что вам куда-то выехать, или прямо от всего отключиться, а это то, что нужно вплести в свою жизнь аккуратно. И каждое утро именно Бот сообщает программу дня текущего дня? Бот дает сообщение 4 раза в день. 4 раза? 4. Утром, в 6 утра, ну, кто-то, может быть, позже встает, но его сообщение уже будет у него в телефоне. Что нужно сделать сегодня с утра? Дальше. Дышать, сделать себе небольшой висцеральный массаж, посмотреть, как сейчас вообще чувствует себя животом, ну и так далее. Выпить шиповника для того, чтобы лучше заснуть и увеличить количество витамина С в организме. И четвёртое сообщение, что подготовить на завтра? Может быть, заварить антипаразитарочки, подготовить экстракт шиповника, ну и так далее, вот эти вещи. И в каждый день, в соответствии с тем этапом, который сейчас человек проходит, он нажимает на кнопочку, перейду, перехожу в следующий день. То есть, он выполнил всё, перешёл в следующий день. Всё, и на утро ему будет уже опять новое сообщение. Понятно. Что ещё по программе, ты можешь сказать? Ну, самое главное, это то, что она культивирует самостоятельность. То есть, однажды пройдя программу, ты дальше можешь уже абсолютно самостоятельно действовать, видя, как работает твой организм, как он реагирует на внешние воздействия и как ты можешь это корректировать. То есть, у нас, как правило, один раз пройдя программу, человек дальше уже самостоятельно всё. Он понимает и видит все методики, он использовал на себе, навыки получил, опыт у него уже есть. И на следующий раз он, может быть, даже что-то уже не будет использовать, потому что понимает и чувствует, что здесь у него всё в порядке. А вот с этим вопросом неплохо было бы подкорректировать, и он в рамках поста, который уже проходит, но не нашей программе. И максимум участия, вот по моему опыту, три раза люди участвуют, дальше им уже не нужно. Но и то, три раза это очень редкий случай, когда люди просто, может быть, слишком и заняты были, или им просто нравится взаимодействовать с нами, потому что помимо чат-бота будет же ещё общий чат всех участников. Там дополнительные материалы, там все знакомятся, там обязательно ежедневно нужно делать прогулку, это обязательное прям условие, чтобы было хотя бы 40 минут погулять. А вообще физические нагрузки, из моего-то опыта, голодание в отсутствии физических нагрузок очень опасно. Обязательно, да, вот эта физическая активность, обязательно утром и вечером, да, утром и вечером физическая активность, она не очень большая, она лишь достаточная для того, чтобы обеспечить человека необходимым амбинным веществом. Так, ну теперь, наверное, у меня такой вопрос, вот я смотрю, неоднократно уже сталкиваясь с тобой, как-то так ваша линия устроена, что, что не вопрос, вы всё знаете, и как лечить, и какие травы пить, и как там, так сказать, какие упражнения делать, и я просто на себе проверил многие вещи, конечно, они такие очень эффективные. Вот что же всё-таки за сообщество, которое вы представляете, потому что как-то ты мне произносил такой термин «вольное казачество», но всё-таки у меня тоже такого системного представления о том, что это такое нет. Вот мог бы ты рассказать вообще, что такое в действительности казачество как таковое, что такое вольное казачество, что такое жизнь в вашем представлении о движении в целом? Ну это очень большая и родная, интересная для меня тема, я могу рассуждать об этом очень долго, но если... Ну давай тогда договоримся так, что вот мы, может быть, встретимся, я знаю, что, ну, пожалуй, ты и Егор, я знаю, два человека таких наиболее авторитетных, у вас начальства нет, как я понимаю, в «вольном казачестве», там просто по понятиям, кто, так сказать, с кем есть возможность посоветоваться, тот и важнее. Так вот, я думаю, что мы с вами, может быть, поподробнее поговорим обо всём, а пока так вот интегрально ты мне обозначь и для моих слушателей, что такое вольное казачество и тематика, которой вы занимаетесь и что вас интересует. — Сегодня казачество как таковое, ну вот то, что мы называем вольным казачеством, да, нереестровым, вбирает в себя сразу несколько контекстов, и я вот коротко по ним пробегусь. Первое — это вообще кто такие казаки, да, из истории мы знаем, что это такие... — С другой стороны, ты уже сказал, что есть же это тоже и реестровое казачество, да, и есть вольное казачество, но есть же термин «казачество» как таковое, да, исходно-то он это, вот поэтому как бы у истоков что было? — Ну истоков казаки — это те люди, которые жили в соответствии с природой, то есть это в первую очередь природный человек, и отсюда все наши знания про здоровье, все наши знания про правоустройство тела, вот, например, Егор Гамаюн, про которого вы упомянули, он ведёт большой канал «Умный атлетизм», о том, как выстраивать своё тело, да, и у него огромные знания по этому поводу, большое количество людей приходит к нему не за тем, чтобы использовать своё тело в боях где-то ещё, а просто для здоровья и крепости своей, да, вот он как раз ведёт эти, я больше своего внимания прикладываю к вопросам здоровья, но казачество как таковое — это люди, которые самостоятельно в рамках своего традиционного уклада разбираются со своей жизнью, и главный фактор — это самостоятельно. — Вот этот слоган «ка», он ведь тоже, да? — Ну, казак, казак — это два слога в этом слове. Каз — это слог, смысл, вернее, мы можем узреть в большом количестве слов. Сказка, указ, наказ, приказ, всё, что кажется, каз, каз. Вот это вот каз — это некое указание, некое информационное воздействие, да, указ, наказ, приказ и так далее. А ак — это как. То есть казак расскажет как, проще говоря, да. И здесь вот прям проявление то, что вы говорите, мы, конечно, не всё знаем, как вы сказали, да, но кое-что о жизни уже понимаем и знаем. — По-моему, с вами можно посоветоваться. — Да, и большое количество людей приходит к нам за тем, и мы сами с удовольствием этим занимаемся, рассказываем то, что мы накопали. По факту мы исследователи. И это подтверждается опытом и историческим процессом. Все казаки, настоящие казаки, которые себя проявляли как казачество, да, это не народ какой-то отдельный, это не по крови, да, это именно мировоззрение и образ действия. Они всегда жили на границах. Обратите внимание, они всегда уходили за какие-то пределы, да, и там обосновывались, сохраняя единство со всем народом, но при этом удерживая границы и защищая всех остальных от каких-то внешних воздействий. Сегодня эти границы уже не на территории, не географические, сегодня они в информационном поле, но тем не менее, да, мы вот прямо себя так и чувствуем и понимаем, что мы должны уходить за эти границы как можно дальше и оттуда сообщать о тех каких-то опасностях или возможностях, которые у нас появляются. Ну вот мы фактически этим и заняты. — То есть они защищали вовне и в то же время помогали защититься изнутри, да, так сказать? — Да, да. — Осознавая свою сущность человеческую, потому что действительно, как-то я, по-моему, от Егора и слышал, что наш организм настолько мудр, что он может всё сделать, только ему нельзя мешать и чуть-чуть, может быть, иногда создать условия. — Ну, убрать те факторы, которые мешают ему самостоятельно себя восстанавливать, самостоятельно себя укреплять, ну он в этом спец. Вот посмотрите канал «Умный атлетизм», там как раз об этом он огромное количество информации доносит, он огромный спец в этом, Егор Гамоют. И ещё очень важный момент, контекст казачества, то, что называют казачьим спасом. — Ведь не секрет, что бывают такие случаи, они зафиксированы и в науке даже, когда человек проявляет какие-то невероятные способности, которые не присущи большинству людей. Мама спасает ребёнка, поднимая трёхтонную машину, человек в испуге перепрыгивает, там, четырёхметровый забор, на который даже невозможно подумать, что его можно перепрыгнуть, ну и так далее, таких вариантов много. И становится очевидным, что эти возможности, они у нас у всех зашиты, они есть такие, есть такие у нас в организме способности, которые позволяют вот это совершать. И вот как раз казачий спас, он даёт ключи к тому, как самому в себе развивать эти самые способности. Эти, если сегодняшним языком говорить, конкурентные преимущества. И они касаются не только физического тела, они касаются ещё и умственной активности, они касаются психической уравновешенности, ну и так далее. В каком-то смысле опять мы можем провести параллель йога. Да, вот йогины, они же в своей стати, в своей высшем уровне, они проявляют какие-то невероятные способности, которые для нас кажутся. Но, есть одно но, йогины проявляют эти способности в рамках своего собственного развития и крайне пассивно. То есть, они сели и что-то там у них происходит. А в казачестве это применительно к фактической деятельности, как мы называем, к трудам праведным. Не выходя из жизни. Не выходя из жизни, да. Но мы считаем, что Всевышний, Он создал нас такими, как мы есть, и отправил туда, чтобы мы здесь действовали. Не ушли куда-то в пещеру и там сидели что-то делали. Хотя для некоторых, возможно, и это их путь. А для казаков это путь прямого действия, путь активности, путь социальной интеграции для того, чтобы можно было и людям раздавать эти знания и делиться этим. И даже в практическом смысле, вот как, например, наш пост или умный атлетизм. — Я хотел у тебя спросить, чтобы ты вот мне по пальцам перечислил. Да, казаки — это там травы, это корешки, это вода. Но я понял, что, наверное, смысла в перечислении нет. Я так понял, что казак — это тот, который как раз знает всё, что касается жизни человека. Вот всё, что влияет на его внутреннее состояние, на самочувствие, на жизнь. Это всё предмет исследования вольного казачества. — Вряд ли, конечно, казак знает всё, но это точно вектор разбираться с тем, а что есть окружающий наш мир. У нас в казачестве, в вольном казачестве принято рассматривать три круга внимания. То есть наше внимание — это единственное, чем мы владеем, и это то, чем мы распоряжаемся. Больше у нас в нашем управлении нет ничего, кроме нашего внимания. И мы видим три круга нашего внимания. Первый — кто я? Ну, то есть что я такое? Это ответ на глобальный вопрос — что я есть. — И чтобы я видел всё своё. — Это наш первый круг внимания. То есть мы за собой следим очень внимательно, что внутри нас происходит, какие воздействия, как они нас влияют, как эти воздействия возбуждают в нас реакции, откуда берутся акции, не ответ на воздействие, а наша собственная реализация собственных идей. Вот это первый круг внимания — кто я. Второй круг внимания — что моё, что происходит вокруг меня, то есть то, на что я могу повлиять вне своего существа. И третий — это вот что вокруг. — Мироздание, природа, Бога. — Кто я, что моё и что вокруг. Вот они, три круга внимания, на которые мы как раз чётко разделяем эти границы. Да и основная наша практика, основной наш игровой тренинг, про который вы уже немало слышали — казачий вар. Да, он тоже разделён как раз на три круга. Котёл так называемый, он разделён на три круга. — Ну вот казачий вар — это, конечно, тема интересная, давай, может быть, мы отдельно на эту тему поговорим. — Да, это надо с Егора обязательно пригласить, и тогда мы с вами вместе проговорим. Ну а ещё про казачество, ну, наверное, важно сказать, что казаки, они, потому мы и называем себя вольные казаки, да, что мы стараемся не в рамках каких-то структур формировать свою деятельность, а у нас братский круг. Ну то есть это то, как было раньше управление, да, так называемое копное право, когда мы какие-то важные решения принимали общим сбором, общим кругом. — Ну то есть на нашем языке можно сказать, что вы рассматриваете себя как суперсистему, которая введена в среду с целью саморазвития, с целью реализации потенциала собственного развития. Так что у нас, кстати, не случайно, вот я знаю, в вашем сообществе очень многие интересуются вот моей информацией, в частности, и это, наверное, говорит о том, что мы даём такие базовые теоретические предпосылки, управленческие предпосылки, закономерности объективные, вот, и они могут где-то, может быть, поактивнее быть использованы в вашем сообществе, да, чтобы сделать жизнь ещё более осознанной. — Да, Виктор Алексеевич, я вам так скажу, что, вот вы сказали, что мы там многое чего знаем, а я вам скажу, что мы многое чего знаем во многом благодаря вам, потому что вы нашим учителем являетесь уже очень давно, начиная с того момента, когда мы первый раз увидели вашу лекцию в ФСБ. Возможно, она и подтолкнула нас к таким активным исследованиям, и пробудила внутри вот эту нашу родовую память, которая позволяет нам, ну, быть вот этими самыми вольными казаками. Здесь мы вам благодарность огромную приносим, потому что это для нас очень ценно. — Ну, вот, мне хотелось бы, чтобы мы с вами жили по принципу «если не мы, то кто», да? То есть сегодня действительно человечество вступило в фазу очень непростых преобразований, и кому как не русскому духу, кому как не святой Руси найти в себе те силы, которые помогут нашему Отечеству с честью из этого, из этой ситуации выйти, и выйти, конечно, победителями. У нас другого настроя на Руси никогда не бывало, так что я вам хочу успехов пожелать во всех делах. Наверное, на этом можно было бы и завершить сегодняшнюю нашу встречу. — Да, согласен. Благодарю вас за то, что вы нашли время поговорить со мной, пригласили меня. Это очень ценно. Да, и вот рассказать о своей программе и о казачестве для меня – это крайне важно, конечно. Благодарю вас, Виктор Ильич. — Спасибо. Дорогие друзья, ну, на этом мы программу заканчиваем, но обещаем вам, как сегодня сказали, что мы проведем встречу с Егором, и думаю, что это будет интересно. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.